Сегодня исполняется год со дня драматических и трагических событий на фонтане. Активист-радикал, экс-глава Одесского правого сектора Сергей Стерненко, в результате ночного столкновения с жителями региона, Иваном Кузнецовым и Александром Исайкулом, одного убил, а второго смертельно ранил. Смерть Кузнецова Стерненко со своей спутницей снимал на видео. Причем во время трансляции он не раз повторил, что нож, которым были нанесены смертельные удары, принадлежит ему. Дело из Одесской прокуратуры передали в Киев, где его довольно быстро заморозили. Сам Стерненко перебрался в столицу, попал под крыло некоторых нардепов и негласную защиту силовых структур. Впрочем, наши осведомленные коллеги полагают, что уже скоро многое в жизни Сергея Стерненко может измениться. Следствие и уголовное производство не закрыты. И вот именно сейчас, когда грядут большие перемены, может быть в Генпрокуратуре, опять же в СБУ, который является его куратором, это однозначно. Я думаю, что у Сергея Стерненко наступят достаточно неприятные времена, когда, в принципе, его должны, по идее, закрыть. Напомню, на прошлой неделе суд удовлетворил жалобу юристов на бездеятельность сотрудников Госбюро расследования, обязав их зарегистрировать уголовное производство в отношении замгенпрокурора. Причина – ряд процессуальных нарушений, из-за которых дело Стерненко забросили в долгий ящик. Стерненко не доказал, что ранение якобы кисти, что было получено в результате нападения на него вот этих вот двоих людей. Здесь налицо явное, а, превышение, превышение самообороны, и, б, когда он уже его догнал, догнал, дело в том, что они были без ножей, это уже доказано. Когда он его догнал, произошло просто тривиальное убийство. Продолжение следует...